Добрый вечер. Переговорная делегация Российской Федерации в том же составе посол Российской Федерации Грызлов, замминистра иностранного дела Руденко, председатель комитета по международным делам Слуцкий и замминистра обороны Фомин прибыли сегодня на переговоры, как мы договаривались с самого начала. Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений Российской Федерации, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание даже за столом переговоров, но, однако, по некоторым наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом. Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала, выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ну, мы приехали пораньше, как договаривались. Они, наверное, будут завтра с утра. Мы, в общем, с пониманием относимся к сложности их логистики. На территории Белоруссии полную безопасность обеспечивает спецслужба Белоруссии. Наши военные обеспечили соответствующий коридор безопасности для их перемещения по Украине. В заключение ждем их завтра. В заключение хочу поблагодарить от имени всех членов нашей делегации, принимающую сторону Белоруссию, руководство Белоруссии, МИД Белоруссии за гостеприимство и очень профессиональную и оперативную организацию наших переговоров. Спасибо. Владимир Александрович, а место это выбирала украинская страна или это предложение российской страны было? Да нет, мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест хороший аэропорт, украинская стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу.